Здарова народ! Три года прошло с момента закрытия официальных серверов Терра, но у игры осталась огромная база фанатов, которая со временем ушла на фанатские сервера типа Акерон Онлайн, на котором я собственно сейчас и играю. Недавно на сервере Акерон Онлайн вышло крупное обновление, которое не только привлекло огромное количество новых игроков, но и принесло в игру много нового контента, про который я со своей дилетантской точки зрения вам сегодня и расскажу, потому что в Терра Онлайн особо и не играл, кроме как недавнего видео, где вам рассказывал про игру глазами абсолютного новичка. Видео будет в закрепе. С широкой руки администрации мне выдали уже прокачанного перса убийцу 65 уровня, к сожалению шмот у него оставляет желать лучшего, я посравнивал его с другими игроками и он у меня не точный, а как его прокачивать и улучшать, я к сожалению так и не разобрался, но если вы считаете этот шмот классным, напишите об этом в комментариях обязательно. Ну а кто не играл в Терру Онлайн, я напомню, что в этом проекте абсолютно нон-таргет боевка и она настолько непривычная для тех, кто привык играть с таргет боевкой или в игры с автобоем, что это как земля и небо. Вам надо целиться в каждого моба, надо прожимать определенные комбинации навыков и держать в прицеле этого моба, чтобы точно попасть по нему. Из этого следует очень много интересных и курьезных ситуаций, когда вы в пвп просто не можете попасть по вашему противнику или не успеваете вовремя прожать комбинацию скиллов, а противник тупо уворачивается. Так что игра хоть и максимально лояльная сейчас для новичков, есть много кайдов, много квестов и у сервера огромная комьюнити, которая вас обучит и научит всему чему угодно, но вот к нон-таргет боевке вам явно придется привыкать. Так что если вы не играли в Терру в те далекие года или хотите попробовать в нее сейчас затестировать, так сказать, или закрыть гештальт, то можете сделать это на этом сервере, потому что после обновления здесь огромный приток народу, который вы увидите дальше. Ну а я перейду к обзору обновления. Обновление привнесло много нового как для пве, так и для пвп игроков, а именно это два нпс, у которых можно за специальные монеты купить новые снаряжения. Здесь так называемая репутация меняется на нужные вам шмотки под каждый класс, на каждую шмотку надо 10 тысяч очков репутации. К сожалению, добыть нужное количество очков репутации это та еще задача, потому что за прохождение одного данжа мне дали всего лишь 50 очков репутации. Естественно, если данж будет более высокой сложности, то по идее очков там будет больше. Ну и ходить вам в эти данжи придется очень долго. Также помимо новых сетов снаряжения добавились новые подземелья. Это церковь Капримы, нормальная и сложная версия. Небесный крейсер и глубинный храм получили сложные версии. А также добавились экстремально сложные версии в подземельях Шпиль Страха и Даркана. Вот туда уж надо отправляться только если ваш гир шмота будет максимально высокий и максимально сильно заточен. Какой конкретно нужен шмот я вам не подскажу, так как я в эти данжи даже соваться побоялся. Мне удалось попасть лишь в подземелье Алчное Ущелье и глубинный храм, так сказать протестировать на собственном опыте. И так как я абсолютно дилетант в этой игре и до хайлевела никогда не докачивался, то вел себя в этих данжах соответствующе. Хвала престам, хвала лекарям, которые бегали со мной, потому что они замучились меня воскрешать. Ибо я дох от ауешек боссов, дох от толп монстров и в общем всячески вел себя разрушительно. Но данжи мне безумно понравились, потому что в каждом из данжев нас встречает три босса. Боссы каждый по-своему уникальны и каждый обладает своими уникальными навыками. И каждый на определенном этапе свои полоски хп начинает дико спамить разными заклинаниями. Там и ауеи, и призыв разных цветочков, и призыв разных монстров, которые дополнительно нас дамажат. И прочие свистелки-перделки, которые вас определенно развлекут на каждом этапе каждого подземелья. И честно говоря, такие подземелья проходить интересно, потому что там постоянно что-то происходит, постоянно надо от чего-то уворачиваться и что-то делать. Ну и конечно же запомнить все тактики боссов, чтобы не дохнуть как я и не повторять моих ошибок. Я также пробовал пройти алчное ущелье без приста, без хиллера, в пати с танком и с луком. Это было быстрее, но воскрешать меня уже, к сожалению, никто не мог. Поэтому я просто дох и лежал, ждал пока танк и лук добьет босса. Я встану автоматически. Вот такое вот мое позорное приключение в данжах было в этой игре, но в целом мне понравилось. Естественно, никакие шмотки я не ролил, все отдавал своим сопартицам, потому что они это явно заслужили, не то что я. Ну и как я уже сказал, добавился и контент для пвп игроков в виде еще одного NPC, где тоже за очки репутации можно получить пвп снаряжение. Ну а пвп снаряжение, как вы понимаете, получается на пвп аренах, которых здесь несколько штук и на которые я тоже сходил. Это железная клетка и новый формат старой арены, небесная арена 5х5. Я попал только на арену железная клетка. Каждая из арен, кстати, проходит в определенное время и в определенные дни. Обычно это 2-4 часа вечером, чтобы вы точно успели прийти с работы, отдохнуть, собраться и пойти пвпшиться на арене, набивая нужное вам количество очков. Я попал в формат арены железная клетка и там мне тоже дико понравилось. Арена представляет из себя два уровня, на каждом из уровней можно спокойно драться до посинения. Формат арены 10х10 человек и деремся мы до момента, пока одна из команд не наберет 50 очков. К счастью, я попал в команду прямо руких ребят, не то что я. Они наваляли команде нашего противника по первое число. Смотреть за этим было одно удовольствие, но я, как криворукая макака с нон-таргет боевкой, практически не попадал по врагу. Пока я нажимаю на скилл, пока мой персонаж замахивается, противник уже убежал или его убили, одно из двух. Либо убили меня. Такое тоже часто случалось. Но арена классная, на ней постоянно что-то происходит, постоянно кто-то где-то в каком-то углу дерется. В общем, даже если вы не любите пвп-контент, на арену сходить советую хотя бы пару раз чисто для острых ощущений. Их там определенно хватает. И опять же, с нон-таргет боевкой на арене пвпшится то еще удовольствие. Мне кажется, если вы не какой-нибудь быстрый класс, который способен прожимать все кнопки на клавиатуре, как на пианино, на арене вам будет очень сложно, потому что на моем же убийце, пока я замахивался, все уже разбегались. Также помимо контента для пве и пвп игроков, на сервере было куча минорных фиксов, повысился уровень сложности мировых боссов и добавились квесты у Альянса. Ну и само собой появился НПС примерочное в Велике и Верхнем Дозоре. Теперь вы у этого НПС можете с удовольствием померить шмоточки на ваш класс. В основном тут, конечно, купальники и разного рода развратные костюмы. Куда ж без этого. Но зато вы будете активно выделяться из толпы и будете привлекать внимание. А также добавился ДПС-метр в игре. Обычно он, конечно, не нужен, но если вам в пати попадется такая же странная личность типа меня, которая практически не дамажит, мажет по боссам и постоянно дохнет, то увидя его ДПС, вы легко кикнете его с пати. Помимо этого были внесены балансные правки в каждый из классов. У кого-то увеличился урон, у кого-то уменьшилось время отката. Все это вы можете почитать на сайте игры. Ну и как итог, я вам в целом советую поиграть в Теру, если вы до этого никогда в нее не играли. Потому что после большого обновления народу хватает везде. Данджи ищется быстро, на арене взлетает быстро, народу везде много и время в игре проходит весело. Даже в стартовых локациях сейчас встречаются люди, которые активно качаются. Так что, на мой взгляд, здорово, что несмотря на закрытие официального сервера, такие проекты, как Окирон Онлайн, до сих пор живут, здравствуют и привлекают кучу народу. Естественно, все ссылки на проект будут в описании. Ссылка на официальный сайт, ссылка на патч-ноут с обновлением. Просто заходите, скачивайте клиент и играйте. У меня на этом все. Пишите свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать, особенно про мое дилетантское поведение в игре. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Террион, всем пока.